вами автофин и у меня уже пришел новый r3 обзор мы и комментарии по иру 3 уже на канале сейчас бы я хотел с вами поговорить про минусы дрона держа и mini 3 pro а мини-3 про уже пользуюсь больше года 14 месяцев как только увидел рекламный ролик сразу же его заказал сделал предзаказ оформил вот в целом очень доволен в следующем видео расскажу почему дрон офигенный а в этом видео расскажу минусы mini 3 pro значит первый и главный минус на мой взгляд это цена дрона цена дрона при том что он миник реально миник если взять в полном комплекте то есть дрон аккумуляторы и сумку с power ну получается там такой все и покупают то есть аккумуляторы и сумку я покупал все это сразу же до сумка с аккумуляторами стоило 200 евро сам дрон пустой то есть пульт и дрон стоили 859 я еще взял страховку диджай к рифш рефреш на один год по моему за 85 евро если не ошибаюсь то есть общая сумма там 1190 а еще фильтра нд фильтры за 49 евро то есть полный комплект у меня вышел 1200 1200 обошелся мини 3 pro то есть для мини дрона безумно дорого потому что мини 1 мини 2 мини 2 с ей прочие они там все в схожем комплекте с сумкой и аккумуляторным все там в районе 500 600 евро когда выходили стоили сейчас даже дешевле может там за четыре то чем-то взять то есть 600 400 минимум 600 максимум да то есть мини 1 2 2 с ей прочее все стоили в районе получается 500 евро миник 3 pro в таком комплекте выходит на 1200 очень дорогущий дрон да в принципе цена как бы обоснована в следующем видео я объясню почему функционал у дрона и возможности очень огромные вот но все равно то это если анализировать для мини дрона безумно дорого вот поэтому это видео о минусах относим это в минус цена очень дорогущий дрон для миника вот при том что значит своего легкого веса он весь такой пластмассовый качество сборки так себе ну не только качество сборка принципе функции дрона летать и снимать качественный контент принципе неважно как он на ощупь вот это сделано для более легкой массы дрона чтобы уместить дрон в 259 грамм а грамм до получается а дроны до 250 грамм там у них проще с разрешениями с регистрации и проще поэтому миника задача была влезть 200 грамм всем он справился но за счет маленького веса на ощупь он ни разу не солидный если допустим трогаешь air 3 у него что качество сборки камера подвес лопасти все прям такие четкие взбитые прям мощные реально то у миника третьего такого ощущения нет поэтому тоже можем отнести в минусы дрона mini 3 значит второй минус это его ветроустойчивость конечно из мини-дронов mini 1 mini 2 этот mini 3 pro это самый устойчивый дрон у него уже скорость спорт режиме 57 километров в час ветроустойчивость высокая в принципе я брал его с собой на отдых в черногорию монтонегры в горах он везде справлялся везде детал везде хватало мощности моторов и скорости для миника супер но опять же эти славы с большими дронами большими дронами то ветроустойчивость скорость полета и прочее прочее у него очень очень сильно уступают то есть это относим в минус сильный ветер на минике уже реально то есть и подвес может колбасить неровно снимать сам дрон будет чуть-чуть не в таком положении висеть чтобы держать ровную позицию потому что он легкий его тупо сдувает и мощности моторов не хватает чтобы удержать вот поэтому сильный ветер на минике нужно быть очень осторожно вот но опять же потом в плюсах расскажу в принципе для миника супер потому что для мини первому мне были ситуации реально опасные то мини 3 всегда и везде у меня справлялся вот но если с вами большими дронами как я сказал ранее ветроустойчивость и скорость у него ощутимо пониже ураган конечно явление редкой филе 10 но сейчас хороший пример показать преимущество r3 потому что вот миник не справляется по этим обычном режиме звук газ пол вперед короче опасная вора возвращаю дрон миник короче не контролирует за реально но это первый раз такое реальне я никогда такой погоды не видела подвес не справляется подвес колбасит я такого никогда не видел филе где какой-то природный катаклизм потом если придираться конечно безумно круто что в принципе появились в минике датчики облета передние и задние это первый мини дрон у которого они в принципе есть но если придираться то верхних сенсоров нет боковых тоже нет поэтому при полете в бок или по высоте если мало ли что то вы можете зацепить и разбить дрон у флагманов дронов mavic 3 pro там например air 3 air 3 у него уже позиционируем 360 то есть он уже объекты облетает 360 вверх и вниз и вбок повсюду то есть он вообще уже в этом плане очень безопасно все облетает сам вот очень круто поэтому air 3 крут видео уже на канале почему он так крут а у меня как сожалению да здорово что они вообще есть появились сенсоры но если придираться то я говорю боковых сенсоров и верхних нет принципе как бы из таких прям минусов мини 3 pro в принципе все перечислил в остальном безумно крутой дрон также можно отнести такой психологический минус при том что вы выложили кучу денег за него как я сказал в полном комплекте с сумкой он обойдется вам в 1200 огромная сумма для дрона для маленького дрона вообще безумная сумма то люди например даже с каким-нибудь там старым air 2 например или там air 1 даже не знаю который уже формально устаревший во всех параметрах он хуже снимает хуже летает хуже функцию него меньше то есть формально они будут такие думать типа ой да у тебя там типа не до дрон где какой-то мини дрон у меня вот там большой крутой дрон а у тебя не до дрон да то есть кто шарит в держа и дрона в технике те понимают что мини 3 это практически все функции флагмана практически грубо говоря и многие даже кто занимается люди профессиональной съемкой у них есть например маленький про в путешествии везде повсюду они берут с собой именно мини 3 про и мы можем для youtube они сами говорят что он невероятно хорошо справляется с функцией съемки офигенно снимает но психологически за достаточно внушительную сумму у вас получается не до дрон скажем так такая вот история кстати говоря сейчас вот перед выходом air 3 перед его появлением на рынке были очень большие скидки на air 2s и даже air 2s который больше сильнее камера зимовым центром по идее он типа лучше да на него были скидки и он был дешевле чем миник то есть air 2s в полном комплекте с сумкой и чехлом можно было взять где-то по моему 1040 евро то есть одна тысяча 40 евро в полном комплекте миник вам обойдется со страховкой там не джайк р 1200 то есть одно время при скидках то и даже air 2s был дешевле реально хотя и в 2s это был до появления r3 это был флагман в линейке дронов air то есть очень внушительная серьезная техника для съемки миник стоит даже больше умение говорю свои безумные плюсы для такой малютки безумно крутая штука и об этом я уже расскажу в следующем видео плюсов дрона и джай мини 3 про надеюсь видео было полезным интересным подписывайтесь на канал с моим был автофильм а ну а и и Субтитры создавал DimaTorzok